Валявина хаджру. Те, которые совершили переселение. Хиджра у нас есть что? Либо хиджра место, либо хиджра дел. То есть хиджра место, он оставил то место, в котором он находится, то есть там, где живут многобожники, и ему либо не дают там поклониться, либо ему там тяжело. И второе, что? Хиджра чего дел? То есть он делал грехи и оставил их. Как пророк сказал, настоящему хаджру это тот, кто оставляет то, что запретил ему всеучняло. Если касается, вернуться к вопросу Барак-Луфикум хиджра место, я удивляюсь, почему многие мусульмане в наше время возмущаются. То есть мы поднимаем уже Барак-Луфикум в течение больше 20 лет, доносим до людей слова Аллаха, слова пророка, слова ученых о важности совершения хиджры. И все равно возмущаются многие люди, им это не нравится. Особенно, когда мы говорим про хиджру. Важность хиджры из таких стран, где живут неверующие люди, как страны Европы, Америки и так далее. Если я задам вопрос этому человеку. Брат, зачем неверующие в развитых странах сделали отдельные специальные места для курильщиков? В чем проблема в том, что ты работаешь с неверующим человеком в офисе, чтобы он прямо в офисе курил? Чтобы он прямо в офисе что? В ресторане курил за соседним столиком? Он говорит, брат, как так? Нет, нет, так нельзя. А ты знаешь, что он мне говорит? Этот верующий мусульманин, живет который в Европе. Если, говорит, рядом с тобой курить человек, то ты считаешься пассивным курильщиком. И если он выкурил пол пачки сигарет, то ты подобен тому, кто выкурил пол пачки сигарет. Говорят они так или нет? Получается, если ты живешь рядом с многобожником, то ты пассивный многобожник. Если ты живешь рядом с гомосексуалистом, то ты пассивный многобожник. Кто? Гомосексуалист. Если ты живешь рядом с наркоманами, среди них, то ты пассивный наркоман. А в чем разница между сигаретами этими? Да, ты сегодня не куришь. Он говорит, почему это называется пассивный курильщик? Потому что сегодня ты не куришь, завтра ты не куришь, послезавтра ты не куришь. Понимаешь? Четыре, пять дней потом, так как ты пассивный курильщик, ты привыкаешь к запаху табака и начинаешь курить. Хотеть, понимаешь? Тебя тянет к этому. Да, сегодня ты живешь среди многобожников, мушриков. Тебя не тянет к ширку, и ты это порицаешь. Тебя не тянет к гомосексуализму, и ты порицаешь. Тебя не тянет к раздетой. У сестра быть раздетой, и ты это порицаешь. Но ты пассивная. Ты пассивный курильщик, ты пассивный мушрик, пассивный, алкоголик пассивный, наркоман. Сегодня до этого нет, но завтра это будет. Даже если в тебе этого не будет, в твоих детях это будет. Вчера мне написал Барак Лауфикум, один брат, и рассказал, брат, я с 2003 года, говорит, живу с одной из стран Европы. С 2003 года. Брат Ахли Суна и так далее. АхмдуЛля, он учится в одной из арабских стран. И говорит, мы так сестру потеряли. Сестра неверующая в Алия Зубилля. И вот он сейчас все причины берет для того, чтобы всех родных вытащить оттуда. АхмдуЛля, Аллах, субханаля, открыл сердце этому брату, да укрепит его Всевышний Аллах, субханаля, субханаля, субханаля. Больше 20 лет назад мы поднимали тему важности хиджры и так далее и тому подобное. И все, да ладно, да что он говорит, да ты преувеличишь и так далее. А сегодня, когда жареный петух клюнул, 20 лет хиджру не могли сделать, за сутки хиджру начали делать. Меньше, чем за сутки. Собрались, уехали, все. А дует, брат, ну как я оставлю дом, как я оставлю жену, как я оставлю детей, как я... А тут вдруг все начали говорить о хиджре. Субханаля, субханаля, субханаля.